здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема у нас называется система управления мехатронными и робототехническими системами основные вопросы сегодняшней темы это задача системы управления 2 и графическая структура систем управления робототехнической системой мехатроника это сравнительно новая область науки и техники посвященной созданию исследованию и эксплуатации машин и систем компьютерным управлением движения которые базируются на знаниях в области михами механики электро электроники и микропроцессорной техники информатики и компьютерного управления движением и процессором в машинах и аппаратные известно несколько определений мехатроники мехатроника это область науки и техники основанная на системном объединении узлов точной механики татчик состояния внешней среди и самого объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, усилителей, вычислительных устройств и т.д. Мехатронная система — это единый комплекс электромеханических, электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники, между которыми осуществляется постоянный динамический меняющийся обмерен энергии и информации, объединенной общей системой автоматического управления, обладающей элементами искусственного интеллекта. Таким образом, мехатроника изучает особый методологический концептуальный подход к построению машин с качественно новыми характеристиками. Важно подчеркнуть, что этот подход является весьма универсальным и может быть применен в машинах и системах различного назначения. Однако следует отметить, что обеспечение высокого качества управления мехатронной системой можно только с учетом специфики конкретного управления объекта. В основу построения механической системы заложены идеи взаимосвязи механических, электротехнических и компьютерных элементов и устройств. Необходимо отметить, что каждая составляющая мехатроника обеспечивает вполне определенные самостоятельные функции, и они объединяются таким образом, что образуют новую систему, которая получает качественно новые свойства. Мехатроника, как новая область науки и техники, находится в стадии становления ее термонологии. Границы и классификационные признаки еще строго не очерчены. Бурное развитие этой области науки и техники вызвано взросшими требованиями рынка и к потребительским свойствам и качеству продукции современного машиностроения. К таким требованиям следует отнести сверхвысокие точности движений для реализации пациозных технологий, сверхвысокие скорости движений рабочих органов и технологических процессов, высокие требованиям перемещения рабочих органов по сложным контурам и поверхностям, способность системы к реконструкции в зависимости от конкретных задач операций, высокая надежность и безопасность функционирования, интеллектуальность в поведении машин и аппаратов. Базовыми объектами изучения мехатроники являются мехатронные модули, которые выполняют движение, как правило, по одной управляемой координате. Из таких модулей, как и с функциональных кубиков, компанируют сложные системы модульной архитектуры. Мехатронные системы предназначены для реализации заданного движения или технологического процесса. Критерии качества выполнения движения или процесса являются проблемно ориентированными, определяются постановкой конкретной прикладной задачи. Примерами таких задач могут служить регулирование силового взаимодействия рабочего органа с объектом работ при механообработке, контроль и диагностика текущего состояния критических элементов мехатронных систем, инструмента силового преобразователя. Управление дополнительными технологическими воздействиями на объекты работ и комбинированных методах обработки управления, вспомогательных оборудованием комплекса, выдачи и прием сигналов от устройств электроавтоматики и т.д. Такие сложные координированные движения мехатронных систем будем в дальнейшем называть функциональными движениями. В современных мехатронных систем для обеспечения высокого качества реализации сложных и точных движений применяются методы интеллектуального управления. Данная группа методов опирается на новые идеи в теории управления, современные аппаратные и программные средства, вычислительные техники, перспективные подходы к синтезу управляемых движениям мехатронных систем. Базовыми объектами мехатроники являются мехатронные модули, которые выполняют движения по одной управляемой координате. Из этих модулей, как функциональных кубиков, компонуются сложные системы модульного архитектуры. Мехатронные системы предназначены для реализации заданного движения. Управление процессом мехатронных модуля или многомерной системы в реальной времени с обработкой сенсорной информации. Второе – управление функциональными движениями, координатное управление механическим движением дискретными методами. Третье – взаимодействие с оператором через интерфейсы в режимах автономного программирования. Пятое – обмен с периферийными структурами. На рисунке представлена у нас структурная схема мехатронного модуля. Мы видим структуру интеллектуальный мехатронный модуль, мехатронный модуль движения, управление электронное устройство, двигательное вращение, перемещение, механическое устройство, информационное устройство. Это структура, схема мехатронного модуля. Дальше. Задачей мехатронной системы является преобразование информации с верхнего уровня управления с движением с управлением на основе принципа обратной связи. Методологической основой разработки мехатронной системы является метод параллельного проектирования, который заключается в одновременном и взаимосвязанном синтезе всех компонентов системы. Проанализируем характер преобразования и структуру электромеханического модуля с компьютерным управлением. Входная информация, поступающая с верхнего уровня управления по цепям обратной связи от сенсоров выдает управляющие сигналы. В преобразователях с силовыми элементами производится усиление и модуль этих сигналов, передача их в исполнительные приводы, с целью воздействия механических устройств для целенаправленного движения рабочего органа. Для построения такой системы традиционными методами понадобилось избыточное число интерфейсных блоков и соединительных кабелей с коммутационной аппаратурой. Обобщенная структура автоматизированной системы с компьютерным управлением, предположенная академиком Поповым. Это у нас структура автоматизированной системы. Таким образом, наличие трех обязательных частей электротехнической, электронной и компьютерной техники, связанных с энергетическими и информационными потоками, является первичным признаком, отличающим мехатронные системы. Электротехническая часть включает рабочий орган, электродвигатели, сенсоры и дополнительные электротехнические элементы. Электронная часть состоит из электронных устройств, силовых, преобразователей и информационно-измерительных цепей. Вот у нас на экране показана обобщенная схема машины с компьютерным управлением движением. Человек-оператор, движение, компьютерная сеть, устройство компьютерного управления, связанных с сенсором, блоком приводов, силовые преобразователи, исполнительные двигатели. Они тоже связаны с механическим устройством. Рабочий орган, функциональное движение, возмущающие взаимодействия, внешняя среда и обработка работ. Устройство компьютерного управления выполняет следующие основные функции. Это у нас первое управление процессором механического движения мехатронного модуля и многомерной системы в реальной времени с обработкой сенсорной информации. Второе – организация управления функциональными движениями мехатронных систем, которые предполагают координацию управления механическим движением мехатронных систем и сопутствующими внешними процессами. Как правило, для реализации функции управления внешними процессами используются дискретные входы и выходы устройства. Четвертое – взаимодействие с человеком-оператором через человеком-машинный интерфейс в режимах автономного программирования оффлайн и непосредственно в процессе движения мехатронных систем в режим онлайн. Организация – обмен данными с периферийными устройствами, сенсорами и другими устройствами системы. Это у нас было пятое. Иерархическая структура управления роботами. Отвлекаясь от конкретного построения систем управления, можно охарактеризовать их структуру с помощью четырехступенчатой иерархической лестницы. Оно дает нам представление о том, какие именно задачи может решить робот, или у него будет система управления, состоящая из всех ступенек этой лестницы. Пойдем на любую следующую ступеньку, или, как говорят, на более высокий уровень иерархии системы, позволяет работу стать интеллектуальнее, выполнять более сложные операции. Это у нас иерархическая лестница уровней системы управления робота, первый исполнительный уровень, тактический уровень, стратегический уровень, и высший уровень – это у нас искусственный интеллект. Чтобы ответить на этот вопрос, по возможности, полнее начнем, пойдем по иерархической лестнице, а спуск, предположив, что вначале мы находимся на самом верху. Это будет означать, что система управления робота, которая соответствует наивысшей ступеньке, уровню искусственный интеллект довольно совершенна. Совершенно. Обладающий ею робот очень умен, так как эта система занимается распознаванием окружающей обстановки и анализируя сигналы, поступающие от сенсорной системы, принимая в соответствии с полученным ею заданием решений о выполнении той или иной операции. Этот уровень предполагает техническую реализацию. Элемент – это искусственное интеллект. Он обеспечивает создание моделей, внешней среды и учет предыдущего опыта действий робота, возможность его самообучения. Для этого нам, кроме информации о внешней среде, поступающей от сенсорной системы в систему управления роботом, должна передаваться также информация от всех других систем, обеспечивающих более низкий уровень управления и входящих в качестве состав элементов в этих систем управления. Решение о выполнении определенной операции выдается в виде команд, которые с высшего уровня системы управления передаются на нижние, подчиненные ей. Так, стратегический уровень. Иерархия системы управления роботом, получив команду от высшего уровня, он расчленяет ей так элементарные задания, которые были бы понятны нужным уровням системы управления. Элементарным командами выдаваемые со стратегического уровня на нижние могут быть такие, как взять из магазина гайку такого-то диаметра и отыскать на изделие шпилку с такими координатами и навернуть гайку на шпилку. Возможно, деление на еще более мелкие операции, скажем, подвести схват манипулятора к детали по какой-то траектории и остановить его по определенной точке. Выяснять, будет ли гайка, находящаяся перед схватом гайки, нужного диаметра, или если да, то перенести ее в зону сборки. Это у нас был пример. Тактический уровень системы управления, которым можно иметь способную ЭВМ или как называемый спецвычислять или программное устройство, обеспечивает расчет на основе элементарной команды, поступившей от стратегического уровня траектории, параметры движения манипулятора или формирования сигналов для каждого привода. Не следует думать, что этот уровень системы управления осуществляет простые операции, даже когда вычислены траектории и параметры движения манипулятора, реализующие необходимую рабочую операцию, задачи пересчета этой траектории, управляющиеся сигналы непроста. Ведь манипулятор представляет собой сложную динамическую систему. Это, во-первых, его звенья на абсолютно жесткие, а во-вторых, даже если переберечь этим, то следует учесть их сильное взаимовлияние при движении. Оно проявляется в том, что каждое звено манипулятора находится как бы на подвижном основании, так как крепится к предыдущему звену совершенному самостоятельное движение. В свою очередь, это предыдущее звено крепится тоже к подвижному звену, так как вплоть до стройки манипулятора или станины работы. последний самый нежный уровень это система управления исполнительной. Этот уровень ответственен за управление движением звеньев манипулятора непосредственно по каждой ступени подвижности. поясним, что под ступенью подвижности звена подразумевается возможность его перемещения в каком-либо одном направлении. Следовательно, исполнительный уровень управляет непосредственно приводами манипулятора и решает весьма важные задачи, как обеспечить требующую точность движения для каждой степени подвижности манипулятора, учитывая упругость звеньев, трение, люфт в передачах и других помехах в движению. Для нейтрализации, в которых вводятся специальные корректирующие устройства, причем делано это надо при минимальном потреблении энергии, что очень существенно для работ роботов роботов с автономным источником питания, например, выполняющих ремонтные работы в космосе. Итак, каждый уровень иерархии системы управления роботов решает свои предельно четкие и важные задачи. Уровни сообщаются между собой снизу вверх, идут информации и запросы на выполнение команд, а сверху вниз решение в форме сигналов команд, которые постепенно детализируют, доходят до каждого привода. Это у нас уровень иерархии. Это у нас, например, показаны прямолинейные, ускоренные или поворот в определенную сторону. Это у нас здесь следует отметить, что деление системы управления робота на уровень иерархии весьма условно. Вызвано оно потребностью скорее научной, чем практической. С помощью иерархии, уровня иерархии, легче описывать систему и анализировать ее работу. Вот у нас уровень иерархии решения аппаратные средства. Например, распознавание окружающей обстановки, создание моделирования моделей внешней середины, принятие решений на выполнение операции, самообучение в процессе выполнения заданий и так далее. Это у нас характеристики. Для многих современных роботов главным и обязательным является стратегический уровень, но на него поступают команды от человека-оператора. Но этого уровня реализующего адаптивного управления может и не быть в системе управления. Если высший уровень выдает достаточно детализированные команды, понятные для тактического уровня, то надобность в стратегическом уровне отпадает. Точно так же в системе управления адаптивного робота может и не быть тактического уровня, если стратегически сам позволяет расчет сигналов для конкретных приводов. В заключении обзора системы управления робота отметим следующую важную тенденцию, поскольку вычислительная техника развивается в наши дни чрезвычайно высокими темпами, и в настоящее время микро-ФВМ вполне справляется с задачей управления адаптивным роботом, а мини-ФВМ может управлять даже роботами с элементом искусственного интеллекта. Происходит стирание четких грани между уровнями иерархии. Все уровни управления, за исключением исполнительного, реализуются с одной и одной ФВМ. с помощью ФВМ. Поэтому фактически эти уровни различаются только программными обеспечениями. Для каждого из них составляется совая программа, которая вводится в общую центральную ФВМ. Дальше у нас показаны литератур, которые в нашей теме сегодняшней. Потом вопросы для закрепления. Какой из следующих методов искусственный интеллект является интеллектуальным управлением, иерархической структурой системы управления роботами, и какая задача системы управления. Сегодняшняя тема подошла к концу. Эта тема была системы управления мехатронами и робототехническими системами. Спасибо за внимание.